Вот вы знаете, вы лепите, и у вас есть своя рука. Это очень интересно повторять на самом деле. Это рука будущей куклы. Она делается из специального пластика. Его нужно запекать, чтобы он затвердел. Это только начало. После 50 часов занятий у Ольги Лозовик получится примерно такая кукла. Традиции около 100 лет. После Первой мировой войны в Европе снизилась рождаемость. Кукольные фабрики разорялись. Тогда их владельцы решили переориентироваться на взрослых, сделав игрушку модным аксессуаром для сугубо личного пространства. Ольга Абаскалова увидела бадуарную куклу в Германии около 12 лет назад. Поразило то, что она полностью сделана руками. Захотелось понять, как и повторить. Я не умею даже рисовать. Я из тех людей, которые... Я программист по образованию. И вот сугубо техник. Это мозга костей всегда была, мне всегда так казалось. Даже когда я получала второе образование на мультимедийных технологиях и рисовала, и у меня получалось. Но меня это не привлекало совсем. Поэтому я подглядываю за людьми на самом деле. Смотрю в интернете. Сейчас можно интернет. Раньше я смотрела на людей. Доходило до того, что у меня дети вот так от меня закрывались книжечкой. Потому что разглядывала, смотрела, мимику смотрела. Что-то вот ловила, какие-то эмоции. У каждой куклы свой характер. Они, если можно так сказать, более человечны. Это одно из ответвлений. Авторские куклы. У каждой своя маленькая история. Это, например, ангел, у которого нет времени, чтобы заштопать носки, потому что всегда есть тот, кому нужно помочь. Сейчас он защитил щенка от дождя. Это тоже работа одной из учениц. Ольга Лозовик – человек творческий. Занимается живописью. На занятия пришла уже с готовым образом. Мне просто интересно. Вот я и делаю. Я ей уже образ придумала. Образ по конкретному человеку, которого я люблю. Мне хочется сделать ей приятное, этой девочке. Я хочу сделать куклу с ее образом и с характером. Организаторы мастер-классов считают, что пригласить такого преподавателя – сродни везению. Ольга Абаскалова – постоянный участник выставок в Германии и Чехии. Часть времени проводит в Вене, часть в Анапе. Сегодня авторские куклы ценятся как произведение искусства, пользуются спросом у коллекционеров. На их изготовление может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев. Вместе с тем, по словам мастера, лучшие работы получаются, когда автор как бы плывет по течению, доверяя интуиции, работает для собственного удовольствия.